Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы поделиться с вами вот такой вот новостью, которую я увидел сегодня в интернете. Это сегодня 8 апреля 2020 года. А новость Венедиттова открыла новое дело в отношении Порошенко. Генеральный протурор Ирина Венедиттова возбудила новое уголовное производство в отношении пятого президента, народного депутата Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте Офиса Генпротуратуры. Генеральный протурор 6 апреля на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в единый реестр досудебного расследования о возможном неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого претрачены и других лиц при издании указов президента от 10 ноября 2017 года, от 7 мая 2019 года, о назначении судей Верховного Суда Украины, информирует в ведомстве. Дело возбуждено по фактам возможного злоупотребления служебным положением, неисполнение судебного решения и действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. По информации пресс-службы Офиса Генерального протурора, Генпротурору Венедиттовой обратился к работникам Верховного Суда о возможных незаконных действиях Порошенко. По их словам, основание для издания указов пятого президента и назначения ими судей не соответствует нормам Конституции Украины, и закона Украины о судоустройстве и статусе судей, указанным в них. К тому же, судей были назначены не в Верховные суды, как это предусмотрено статьей 125 Конституции Украины, а в соционные суды, не в Конституционность которых было признано решением КСУ. В деле по Конституционному представлению 62 народных депутатов Украины, также в обращении работники ВСУ, указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией Верховного Суда Украины. Вот такие вот дела, ребята. Так что Венедитова возбудила уголовное дело. По отношению Петра Порошенко будем смотреть, с чем оно закончится, и какие будут действия самого Петра Порошенко и Генеральной прокуратуры и остальных всех лиц. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, выставьте свое мнение под видео, в комментариях. Всем благополучного дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!